Голос Голос Acer Aspire 5738DG-664G-32MI В комплекте с этим ноутбуком идут очки с поляризованными стеклами. Но это не маркетинговый подарок тем, кто, купив ноутбук, отправится среди зимы на солнечные курорты. Очки нужны для того, чтобы наслаждаться той самой особенностью ноутбука, которую мы никак не сможем адекватно воспроизвести в нашем видеообзоре, трехмерной картинкой на его экране. Одна из главных особенностей модели Acer Aspire — ее дисплей с диагональю 15,6 дюйма. Он способен формировать изображение с частотой 120 Гц. Кроме того, сам дисплей выполнен по патентованной многослойной технологии из поляризованного стекла. В сочетании с фирменными утилитами 3D CineRail и 3Def такая конструкция дает возможность формировать трехмерное изображение. В состав этой модели входит самая обычная интегрированная мобильная видеокарта ATI Mobility Radeon HD 4570. Очки, которые идут в комплекте с ноутбуком, тоже самые обычные, без активного затвора, что применяется в аналогичной разработке NVIDIA 3D Vision. Можно обойтись даже без отдельных очков, просто укрепить на обычных своих очках специальные поляризационные накладки. Зато необычная конструкция дисплея. Именно потому, что он состоит из нескольких поляризованных слоев, на нем можно одновременно сформировать два ракурса изображения для правого и левого глаза. Правда, здесь от пользователя требуется достаточно ровная посадка перед монитором. Если слишком сильно увести голову в сторону от его осевой линии, одна из поляризованных картинок будет видна гораздо хуже, и ощущение трехмерности смажется. Пока эта модель Acer Aspire ориентирована на работу с трехмерными картинками и видео. Для запуска современных игр в 3D нужно воспользоваться встроенной утилитой 3D Ignition. И не только игр, кстати. Любых приложений, которые совместимы с DirectX 9 и выше. В остальном же, если не брать 3D, это вполне типичный ноутбук среднего ценового диапазона. Процессор Intel Core 2 Duo T6600 с частотой 2,2 ГГц на чипсете Intel GS45. При цене около 37 тысяч рублей неплохая возможность оценить перспективность общедоступных трехмерных технологий. Сегодня вы узнаете имя человека, который на Новый год получит отличный подарок. Иксбокс 360! О боже! Иксбокс! Иксбокс! Все работы вы обязательно увидите на сайте, но победитель должен быть только один. Here we are! Born to be kings! We're the princess of the universe! А пока СТГ. По случаю Нового года я подготовил несколько тупых гаджетов на 10 баллов. Во-первых, это трубка «Привет из прошлого». Ну, не знаю. Далее в списке трусы, которые уже... того. Возникает вопрос. А где же тогда желтенькое? Апогеем тупизма на 10 баллов является фонарик для орального секса. А то так-то не разобраться, где что. Голос. А у тебя же полнее изобретения. А то! Итак, шкалеры, скоро у вас в классах появятся вот такие машинки. Classmate PC. Нет, погаматься вы на них вряд ли сможете. А вот сдавать домашние работы по природоведению или там физике очень даже. Строго говоря, эта штука – результат попытки государственных мужей и всяческих народных избранников воплотить в жизнь идею каждому школьнику школьный компьютер. Идея вообще-то правильная. В конце концов, в 21 веке учиться можно и нужно не по бумажным учебникам, а по электронным. И не буквы разные писать тонким перышком в тетрадь, а с детства тренироваться нормально печатать слепым методом на клавиатуре. И данный девайс – первая, пожалуй, внятная попытка реализовать такой проект. Машинка неожиданно приятная. Своеобразная и со своими заморочками, но в целом очень даже ничего. Дизайн какой-то детский, но это и понятно. Товарищи взрослые считают, что так лучше. Впрочем, корпус не особо и дурацкий, эдакий цифровой портфель. Пластик прочный, надежный, в обычном школьном рюкзаке, может быть, и выживет. Единственный минус – крышка недостаточно фиксируется, когда машинка раскрыта. Самое забавное – машинка сделана в форм-факторе трансформера. На рынке не так много нетбуков такого типа, так что решение вполне оригинальное. Экран можно повернуть и сложить. В таком виде классный комп превращается в планшетный. Для управления используется сенсорная панель. Она реагирует как на касание специальным пером, так и на прикосновение пальцем. Вот, правда, экран какой-то странный. То ли матрица совсем дешевая и не особо качественная, то ли какой-нибудь ClearType поганит картинку на дисплее, то ли в нашем образце было что-то недонастроено, а может быть, это мешается толстая защитная прозрачная панель. Но глаза устают. В комплекте Windows XP с набором специальных программ. Среди них есть и полезные вещи типа WinRAR, и забавные, вроде географического редактора, и бессмысленные, если не сказать вредные, например, системы ограничения доступа к сайтам. Впрочем, может быть, оно и правильно. Как известно, не пускайте детей в интернет, интернет от детей тупеет. От одной зарядки батареи машинка работает около трех часов. Это неплохо, даже, пожалуй, хорошо. Одна только мысль покоя не дает. Ведь не увидят школьники этого девайса. Завуч в сейф запрет и не даст никому. Чтоб не поломали. Это для нас Classmate PC-компьютер, а для них материальная ценность, подотчетная и на ответственном хранении. А ведь самое правильное было бы дать детям такие машинки, подключить их всех дружно к интернету и учить дистанционно. А школьное задание снести нафиг за ненадобностью. Эх, мечты, мечты. Голос, а пойдем со мной на Красную площадь Новый год отмечать? А потом на катке кататься будем, бой курантов считать. Я не могу, извини. А что ты делаешь? Я с девушкой, ну, ты понимаешь. Ай-я, а, вот так, да, на, получай, а, а, е, а, 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 шалунишка. Вообще-то мы думаем узаконить наши отношения. Да? То есть чтобы... А, на, на, получай, получай. Со штампом в паспорте? Да, это поступок. Гаджет, ты дегрот. Да? Ну, хорошо, на этом мы остановимся. Nokia долго называла свои смартфоны серии N мобильными компьютерами. Но только теперь с выходом модели N900 это название зазвучало, наконец, в полном соответствии с реальностью. Это действительно совмещенный с GSM 3G-телефоном компьютер, с 600-мегагерцовым процессором, кверти-клавиатурой, экраном с диагональю 3,5 дюйма, работающий под управлением операционной среды Miamo 5 на базе ядра Linux. Да и цена по 30 тысяч рублей соответствует стоимости неплохого бюджетного ноутбука. При этом N900 не поражает чрезмерными габаритами или массой. Он почти совпадает размерами с моделью N97, а весит всего 180 граммов. Огромное достоинство нового мобильного компьютера — ни марки серый пластик, которым он отделан снаружи. Никаких отпечатков пальцев. Наконец-то! Но в то же время и дизайн не поражает. Все как-то по-кирпичному и грубо. Дисплей 800 на 480 точек. Сенсорный, по резистивной технологии, с невысокими бортиками, которые не мешают использовать элементы управления по краям экрана. Качество сборки новенького N900 на высоте. Клавиатура, правда, не идеальна. Нет-нет, с чувствительностью и откликом кнопок все в порядке. Гораздо лучше, чем у Nokia N97. Операционка MyAmo 5 отнюдь не пугает неподготовленного пользователя командной строкой. Ее интерфейс полностью ориентирован на пальцевое управление и выглядит крайне привлекательно. Хотя для настоящих фанатов Linux предусмотрена и командная строка. А давным-давно знакомая линуксоидам идея использовать сразу множество рабочих столов, переключаясь между ними по необходимости, придется по душе всем владельцам N900. Крышка аккумуляторного отсека N900 открывается чрезвычайно туго. Было бы неплохо при этом, чтобы сам аккумулятор оказался помощнее. Его нынешних 1420 мАч при интенсивном использовании аппарата надолго не хватит. А если не использовать смартфон Nokia N900 интенсивно, то зачем тогда его вообще покупать? В конце года принято подводить итоги. А я подведу итоги фотоконкурса. Спасибо всем пятерым участникам, но Xbox достанется только одному. На кого ж ты меня покидаешь? Не уходи, пожалуйста. Мои поздравления Сергею Красникову или Красникову с ником Fusion Z. Не стопроцентное сходство, конечно, но что-то есть. Дорогой Алан, ты победитель. Аплодисменты! Ну а всех зрителей Games TV я поздравляю с праздником. Увидимся в новом году. С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока! С наступающим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Аурова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok